Совместный стенд телеканала Автоплюс и программы СМП Рейсинг на автосалоне в Санкт-Петербурге был полон гоночных машин. А Егор Оруджев и Виталий Петров ответили на вопросы посетителей. Конечно, пилотов сразу же спросили, бывает ли на гонках страшно. В ответ Виталий Петров с содроганием вспомнил закатное солнце на марафоне в Лимане. 340 км в час и впереди ты видишь просто стену, темную стену. То есть из-за этой стены, из-за солнца, который отражает от стекла и когда сидишь в машине, ты не видишь, что за ней происходит. И вот, грубо говоря, вот в этот отрезок ты влетаешь на полной скорости, не видишь, что у тебя будет за вот этим, грубо говоря, приборочком. Порой солнце мешает взглядеть дорогу и приходится ориентироваться по приборам, то есть по подсказкам на обочине. Перед поворотом есть метражи. 300 метров, 250, 200, 100. Ты не спрямо смотришь, ты руль прямо одержишь, голову влево поворачиваешь и считаешь 300-200 тормоз. И потом смотришь вперед. А если, не дай бог, машина развернется впереди или что-то случится, то, соответственно, ты полным ходом в нее и врежешься. Вот это действительно страшно. Спрашивали пилотов и об особенностях чемпионата FIA WC, где в одном зачете оказались гибридные и негибридные прототипы. Спасибо всем большое за вашу поддержку. И еще очень приятно, что вы действительно задаете свои вопросы нам, на которые бывает интересно отвечать. Совсем скоро гонщики отправятся в Бельгию. Следующий этап гонок на выносливость – 6 часов СПА. Состоится 5 мая. Пополнившая ряды пилотов программы SMP Racing, Ирина Сидоркова дебютировала в испанском чемпионате Формулы 4, первый этап которого прошел на автодроме в Наваре. Ирина финишировала во всех трех гонках, избежав проблем с техникой и гоночных инцидентов и попала в первую десятку. В субботней гонке россиянка финишировала 13-й, а в двух воскресных заездах – 11-й и 9-й соответственно.